Приветствую, друзья! У нас сегодня с вами прямой эфир необычный, необычный и интересный, потому что у нас с вами гостья. Прекрасная Ольга, я вам её вчера показывала, вы все, конечно, тоже упали со стульев, и мы все хотим знать, что же нужно делать, чтобы выглядеть вот так, в таком возрасте. Естественно, это, конечно же, работа, и мало кто хочет работать над собой, но давайте послушаем. Вдруг это не так сложно, как нам кажется? И что там вообще Оля нам интересного расскажет сейчас? Сейчас я попрошу Олю, Оля, пожалуйста, руку поднимите, и я вас приглашу в эфир. Так, сейчас Оля к нам придет. Так, родишь, говорите. Все, Оль, можно включаться. Видео, камеру, звук. И все, вот Олечка пришла, вот она. Прекрасная Ольга. Всех приветствую, дорогие мои, Наталья, благодарю. Вот прям благодарю. Я вас закреплю. Благодарю за возможность на вашу аудиторию. А что-то фон, что ли? Нет? Не фонит? Да нет, вроде нормально, слышно, Оль. Благодарю за возможность, Наташа, чтобы подволила вещать. Расскажите о себе. Фонит, Лиля говорит, фонит. Фонит, а что это может быть? Не знаю. Там нигде никакого нету дублирования. Нет. Вы с компьютера или с телефона? Я с ноутбука. Ага, можете с телефона попробовать. Или без наушников, вот Лиля пишет, может без наушников. А сейчас раз-раз-раз тоже есть. Попробуйте без наушников. Без наушников? Ага. А сейчас? Какой звук? Сейчас скажи, Лиля, как? Даже, мне кажется, лучше стало слышно. Лучше звук? Сейчас я побольше делаю. Все? Да, пожалуйста. Выстроили? Да, теперь прекрасно. Ой, ну, конечно же, почитала комментарии. У меня аж ладошки вспотели. Я так себе привыкла, понимаете, да? И за столько лет, мне нажмите на вас, и сейчас только почитала комментарии. И мои подписчики тоже ко мне привыкли. Они у меня аж столько не пишут идиотых слов. И поэтому я прям обрадовалась. Не сказано, обрадовалась. Меня зовут Ольга Нира. Мне 62 года. Действительно, мне 62 года. Но это не просто так. Я такая перед вами, конечно, не послежу, как не мои сверстники. Я эксперт молодости. Я эксперт по естественному омоложению, бескрименному лекарств, БАДов, методов нетрадиционных, наоборот, современной медицины и косметологии. То есть я все это отторгаю. У меня в моем лице, в моем теле нет ничего. Более того, я даже и к медицине не обращаюсь. Я не пью ни БАДов никаких, ни таблет, ни всяких чек, чего-то. Я тоже не прохожу, достаточно много. Это тоже удивительно, конечно, но факт. Да, Олечка, извините, я вас перебью. Дорогие друзья, Оля делится своим личным опытом. Это ни в коем случае не говорит о том, что нужно отказываться от медицины, от витаминок и прочего. Мы сейчас слушаем Олю, как она стала такая, вернее, сохранила себя в таком прекрасном, в таком теле, с такой внешностью потрясающей. И все, что Оля говорит, это ее жизнь, это ее опыт. Нам интересно, мы послушаем. Но, пожалуйста, не думайте, что мы вас призываем от чего-то отказываться. Все через свое сердце пропускаем, тестируем и наблюдаем. Хорошо? Все, Олечка. Потому что на самом деле у меня нет медицинского образования. Я обыкновенная женщина. У меня вообще образование строительное. Сейчас объясню, как я пришла к этому и создала эти программы. Я не только эксперт в молодости, но также я являюсь целителем, тето-энергоцелителем, мастером 5D-постранства. И за 25 лет я в этом, понимаете, 25 лет. И, конечно же, я наработала огромное вкладе знаний, которые передаю тем, кому вот интересно, интересен мой путь. Также я являюсь автором антигазрастных программ на тело, лицо, гормональное омоложение. И у меня есть серия женских тренеров. В 50 лет я стала популярным тренером в своем городе и в регионе ездила. Но тогда еще вообще никто не говорил про естественное омоложение. Вообще на слуху даже такого не было. И, естественно, это выворажило всех, как это можно. Ну и моя внешность, это было моим подтверждением. Но я не всегда такой была. Вообще многие говорят, что это гены. Про гены у меня вообще, скажем так, не очень приятные гены. Потому что у мамы, у папы были раковые заболевания. И там было целая куча. Мама меня только родила в 30 лет. И сразу же мы ее удалили все женские органы. Я не знаю причин, но она как-то закрыта. У женщин того возраста, у тех лет они вообще закрыты были. Ну и груди у нее тоже были новообразования. То есть мама была вообще больная. Вот прям вообще больная. И у папы был рак кожи и рак кинул кишки. Ну сами понимаете, что гены здесь ни при чем. Я к тому, что здесь кто говорит про гены. Потому что многие говорят, что там гены, там это неправда. И некоторые говорят, что вообще у меня не существует. Как-то мне даже написали так. Мои девочки вступились в инстаграм, что ли. В мою защиту. И в 35 лет я жила, как жила. Ну как жила. Я погрузилась в жизнь. Не в свою, а в жизнь. Мне там был первый брак длиной 21 год. Я там жила, начала жить на свою жизнь. Ну как, впрочем, и все женщины. И я там растеряла себя как-то потихоньку. Похаргментам стала проживать для всех. Но не для себя. И в конечном итоге, вот в 35 лет, я была замужемышленная, стройная девушка. Вообще у меня был всегда вес около 50 кг. И я была 42-44 размер. И вот из такой стройной девушки, здоровой, муноценной, на тот период я в 35 лет уже превратилась в старушку. Потому что у меня головные боли были сильные. Очень сильные. И я пила аналитетики, там все препараты, которые мне предлагала медицина. И мне ничего не помогало. Потом меня как-то вывели на слабительные средства. Потому что у меня пристал работать кишечник. От слова совсем. Ну, это вообще ужасное зрелище. Мое тело стало разбухать. Прямо реально разбухать. Это было ужасно. Я не спала, сна вообще не было. Просто мигрени эти, они по 10-12 лет. Это был самый ужасный период в моей жизни. Ну, прям самый ужасный. Я его вспоминаю, даже сейчас у меня мурашек тела с ограданием. Ну, это было. Но этот период меня вывел. Вот я стала искать там же какие-то другие медики. Потому что врачи, они просто отказались. Они сказали, ну что вы хотите, вам уже 35 лет. Как бы констатировали факт, что мне 35 лет, и, наверное, всё. Но у меня была маленькая дочь. И вот эта мотивация, маленькая дочка, она меня, конечно, видела. Она меня видела вперёд. И я начала, когда же не было интернета, представьте себе, не было интернета, не было сотовых телефонов. Я приписываюсь с элительницами, справницами. И я начала всё. Олечка, извините, просят погромче говорить. Да, ещё погромче, да. Друзья, я там сделаю для комментариев штучку такую в канале. Можете туда Ольге вопросы задавать, если хотите. А сейчас я поближе сяду? Да, сейчас, наверное, нормально. Напишите, как слышно. Лили, напиши, пожалуйста. Или кто-нибудь. Сейчас напишет кто-нибудь, как слышно. Лучше, Лили говорит, всё окей, продолжаем. Отлично. Я на полную мощность поставила. Я привыкла к себе с научниками работать там лучше. Ну вот и постепенно я вышла вот на травнец. И потом дальше пошла на сибирских целителей. И они мне помогли. Я стала работать с собой. И постепенно я преодолела это всё. Кишечка ладила. От головной боли избавила. Избавилась, но меня уже было не дышать. Я стала внутренне моё содержимое, просила дальше. И я постепенно вышла на китайских мастеров, энергомастеров. Матэк Чеа, мастер-танцов, конг. Это мои китайские учителя, которые один меня целительствовал, а другой восстановил полностью тело. Через энергетическое направление, то есть через практики. Я там видела комментарии, что это там вроде как не может быть. Там цивилизации какие-то. Вы знаете, это доля ответственности. Можно сказать, что там человек в цивилизациях или ещё что-то. А можно просто подумать, что человек захотел. Он смотивировал себя выжить. И начал искать. И к нему пришло по запросу, всё идёт. Абсолютно всё. Так ведь? Абсолютно всё приходит по запросу. Я делала запросы, и ко мне тогда Facebook был. Я очень быстро вошла в сети. И начала развивать эти сети. С 14-го года я здесь. Даже раньше. И вот у меня был такой момент, когда я на Facebook захожу, и запрос делаю, и мне сразу приходится информация. Вот прям сразу. Я прям так привыкла. Я уже потом поняла, что это мои ангелохранители, так меня направляли. Но тогда же я не была целителем. Я была просто простым человеком. С нормальными знаниями, с нормальными начинками, как все остальные. И я привыкла к этому, потому что у меня ведут. И постепенно я начала уже работать в этом направлении. Йогой заниматься, потом инструктором йоги, как и вы, Наташа. А потом инструктором долгозской йоги, потому что я ушла через китайских мастеров уже традиции даосизма. И мне там понравилось, что там нет таких, знаете, приоритетов. Там единственная цель, вот они прям, у них фатальная цель такая, что жизнь до последнего вздоха в молодом, стройном, здоровом, сексуальном теле. Она мне прям легла бальзамом на душу, вы знаете. Я прям влюбилась. Тринадцать школ, я их просто залпом прошла, уже в интернет появился. Я ездила к Монтеку, в северную часть Англии, там у него обучалась. И, понимаете, все как-то пошло сразу. Я как вступила на свой путь и пошла, и понесла. А потом я поняла, что я сама начала создавать из этих знаний, которые мне шли в тринадцать школ, и там, там, там прошла. Я создала свою авторскую программу «Медаун». Она оказалась настолько шикарной, что я вообще с ней просто вошла в свое тело в сорок второго размера и думала, все, так и будет. И потом забросила. Четыре раза я так бросала, пока меня гормональный пол не долбанул по голове. Так долбанул, что я опять испугалась. Но это все так женщины делают. Я так понимаю, что все. И я уже дала себе слово, что я больше от этого не отойду никогда. Я начала работать уже, развиваться в этом развитии, так как у меня уже была программа, она обкатана была на моих знакомых, родных и родственников, там кто, ну, кто захотел, тот и брал эту программу. А потом случились обстоятельства такие, что я вышла на духовный центр, и меня пригласили, и только строился в нашем городе Клините, меня пригласили, и там у меня просто карьера просто взлезная была. Топовым тренером сразу стал, потому что этим никто не занимался. И меня понесло. Ко мне стали люди идти, и были чудесные результаты у людей. И потом я стала замечать, что тело восстанавливается очень хорошо, но у меня же возраст уже тоже подрастал. И у меня тело стало отличаться от лица. Я прям реально стала видеть, что сзади пионер, а спереди пенсионер. И я быстро опять включилась в это дело и начала искать все. Во-первых, я все изучила про мышцы лица. У меня сразу была идея, что не только лицо, а нужно взять все, что переходит из лица в тело, то есть шею декольте. Ну, конечно же, по моему запросу все сразу пошло, и я создала ту самую программу «Юбаля лица с выглядела». Она оказалась вообще чудесной. Там два уровня. И я ее запустила. Запустила, и было очень все чудесно. Я стала молодеть вместе. И мои клиенты тоже. Я работала тогда вживую, 7 лет я работала вживую, и я видела результаты людей. Я обкатывала эту программу на людях. Я смотрела, как это у возрастных людей. Потом я подключила дочь, и она у меня работала с этими программами с молодыми, а я с возрастными девочками. В этом же духовном центре была вообще очень хорошая тандема. Пока она не вышла замуж, и все это взвалилось на меня. Но, так как у меня уже все это было, и я ездила с тренингами, у меня уже нет, тренинги были по нашим городам, ближайшим. Я поняла, что я уже удыхаюсь. И тут как раз интернет. Я вышла в интернет, мне сразу все пошло, но у меня были программы, мощные, у меня была мотивация. А к тому времени, вы знаете, я стала мощным мотиватором. Ну, мощным. Мотивация уже сменилась, она уже сменилась на то, что я популярный тренинг, и мне такой необходимо быть. И все. И я это делала, и все. Дочь выросла, и я уже сменила мотивацию, она меня уже двигала в другую направлению. И так создалась программа, а я же уже была, мне на паузу стала ходить. Я создала третью программу гормональное умножение. И получилось так, что у меня полный комплекс. Я вела женщин целиком. То есть теле, лицо и гормональное умножение. И все это на физиологии, заметьте, девочки, это не там где-то, это физиология. Я все четко знаю, как работает наша система жизнеобеспечения, наши органы. Я углубилась так, как, знаете, не каждый медицинский работник, может быть, и знает. Потому что, чтобы создать вот такой, это уже был проект, чтобы такой создать проект, нужно было знать много. И я включилась в работу, прямо с головой, уже сказать, ушла. Создала онлайн-проект, лучшая версия моего тела. И запустила через, тогда на Фейсбуке. Пошли очень хорошие результаты, причем настолько хорошие, что даже я сама не ожидала. И все пошло. Пошло так, что, когда человек на свой путь встает, и все сразу проявляется. И мне все стали помогать отовсюду. Прямо, ну, везде, везде, везде шла помощь. И клиенты приходили. Ну, я понимала, какого-то пазла не хватает. Вот первые два курса я отвела, и чувствую, что что-то не то. И опять запрос сделала, и мне пошли квантовые технологии. То есть эволюционные технологии по работе с мозгом, с подсознанием. И я пошла опять в обучение. Постоянное обучение. Я обучилась на мастера, на вот это, значит, исцеление. Прошла три уровня, трех мастеров, потому что не сразу мне далось. Ну, не сразу, правда. Потом на мастера 5D пространства, это другая история. Там мозг нужно включать, разгонять мозг, и своим мозгом направлять на желание людей. Это более туда емкий процесс, и я с ним тоже работала. Ну, потом расстановщик, в общем, все вот эти технологии, которые пошли тогда ну прям валом на землю. И в какой-то момент я стала работать по ним. Мне пришла информация, что все-таки Тета Хилинг это самая продвинутая, и она напрямую в свете Творца. И я вот услышала от Наташи, что она тоже так думает, чтобы тогда ответила, что Тета Хилинг или еще нету. Вот этих цивилизаций там. Потому что они в поток не могут, да, Наташ, войти? Их выбрасывает просто. Когда входишь в поток, эти исцеления проводишь, то их просто выбрасывает и все. И никаких не надо защитств дали. Мне это вообще зашло, и я стала уже в свой курс включать и эту работу. Потому что я к тому времени уже была Тета Целинитин и работала не просто с исцелением, а с зависимыми людьми. Ну, потому что у меня много было информации уже на тот период. И я работала с алкоголиками, с игроманами, с наркоманами. Был такой период. И я знала, как... Я потом поняла, почему мне это пришло, что наработка. Потому что мне потом показали, что работать с людьми необходимо, которыми коррекция веса приходит, с подсознанием. И это же тоже зависимость. И это все нужно убирать с подсознания. И я так плавно перетекла в свой курс эти все знания, работа с мозгом и получилось очень бау. Просто бау. Потому что люди приходили и с заболеванием щитовидной железы, где говорили, что невозможно преодолеть вот этот вот избыточный вес и вот там же такие серьезные симптоматические моменты нехорошие. И они два месяца пройдут на моем курсе. И все. И у них и тело, и здоровье. И они удивляют своих специалистов. У меня и записи есть, и их видео, и отзывы. И они показывают, у меня прям есть анализы. То есть я была вообще подушевлена. Вот что значит, Наташа, когда входишь в свет Творца и все, ты только запрос делаешь, а там уже вот просто сдаешься и все в руки. Творец, я тебе сдаюсь, руки, бери меня и обведи. Или за руку, хоть как. И тебя ведут еще в лучшее направление, чем мы своим мозгом не развито на самом деле. Можем додуматься. И все пошло. И действительно, все вместе это дает потрясающий результат. И, конечно, сейчас уже у меня 13-й поток. Сейчас у меня набор на 13-й поток. И это уже называется квантовая версия моего тела. Потому что большую часть работы я веду уже по запросам нового времени. Потому что вот то самое лицо можно еще быстрее изменить, если подкрутить винтики в голове, как я говорю. Представляете? И с делом так же поработать. И с гормонами. То есть совсем. Но единственное доверие скептиков я не беру на этот курс. Тот, кто не верит, это ну просто вот нужно отдельно с ними работать. Наташа понимает, о чем я говорю. Потому что этому нужно уговаривать. Я давно уже не уговаривала. Если тебе нужно, ну как Наташа делает, бери и приходи. А если тебе нужно уговаривать, уговаривай себя сам. Вот, мои хорошие. Ну вкратце я рассказала, потому что я про свое детище могу очень много рассказывать. Но я хочу вам сегодня еще кое-что дать. Маленько, немного. Олечка, расскажите, как вы питаетесь. Вот это нам интересно тоже. Да, а питание, если многие думают, что питание это как-то можно исключить и вот таким образом ставить. То, если вы у меня вообще на курсе три вида интернативных питаний. Я вообще даю себе три варианта человеку, чтобы он выбрал. Почему? Потому что девочки, например, если их невозможно заставить, вы такие девочки, если мы не хочем, вот нам не нравится этот способ, ну хоть как, не будет человек это делать, все. Я даю всегда три вида. И вот у меня три вида интернативного питания. Мое личное питание я питаюсь два раза в день. У меня 12 и 6 вида. И все. А первые я встаю где-то около 8, сначала прохожу свою программу, я утром уберу клиентов и я осознанно принимаю тот факт, что мне 6-2 года. Когда-то я занималась 20 минут в день, потом я занималась 30 минут в день, сейчас я занимаюсь 40, либо час, когда у меня объявилось. То есть на тело, на лицо я прохожу ежедневно. Но как я только не делаю это, у меня сразу результаты не такие, как я хотела бы видеть. И мы должны понимать, что мы же не в сторону младенчества идем, а наоборот. Но смотрите тот факт, что есть, например, мой алгоритм молодости, который позволяет вот в таком теле заниматься, ну даже пусть час в день, но выглядеть, чувствовать и идти в таком теле всю жизнь. Ну вы найдете это время? Вот я нахожу, понимаете, я нахожу, мне в облом, если честно, идти куда-то на тренировки, куда-то вот это упало, отжался. Моя программа, она очень ловкая, спокойная, в спокойном ритме, на растяжение, две дыхательные практики, которые выжигают жир под кожей, подтягивают кожу и выжигают внутренний жир. Представляете? Ну все вообще как необходимо для девочек. И никаких стрессовых ситуаций, что куда-то нестись или кто-то на тебя там будет смотреть или что-то такое. Ну мне вот это было не очень интересно. После тренажерного зона я впадала. Еда она очень важна. Ну и здесь тоже подкрутить здесь в голове и убрать родовые программы голодом. А в России подбеженные люди все имеют эту программу. Как целитель я анализ проводила например до недавних периодов до закрытия изоляции нас ко мне приходили это все из Америки из Швейцарии из Германии. У них вы понимаете таких программ нет. Они как-то смазаны. А у нас чувство голода и впрок это от наших предков досталось. Естественно здесь необходимо с питанием обязательно работать. И даже если вы перейдете на веганство и будете кушать тазиками этот самый салат и заправить там каким-то самодельным майонезом то будет такая же история. Ничего не изменится. Ничего не изменится если вы по-новому не подумаете и по-новому не включите новый механизм. А запрещенные продукты у вас какие-то есть? Сахар там например или что-то еще? Я не ем сахар я не ем белую муку я не ем жареное копченое соленое подсаливаю конечно есть там свои рецепты которые девочкам дают у меня все очень лояльно если я попадаю в компанию я не ем мясо и не пью алкоголь это два фактора которые я не делаю регулярно вообще алкоголь я 10 лет меня знаете как я целителем в театр хилинг пошла и мне бабахнули по голове я утром встаю и понимаю что я другая а другая какая не понимаю не понимаю до тех пор пока я на семейную не попала в вечеринку не понимаю что мне до рвота не хочется а все привыкли я вообще человек такой позитивный и веселый а когда маленько под шофе очень веселый такой организатор все привыкли к этому и вдруг видят что я не такая я сижу но я веселая но не такая и все начали ко мне год они ко мне приставали а я не хочу и все а если я не хочу я ничего не делаю у меня с детства так год они приставали ко мне и я год себя в пыль проверяла даже так на один подойду понюхаю фу какое пойло вот даже так фу какое пойло и вот никакие другие я не знаю как это произошло правда наверное когда я стала работать с зависимыми людьми что-то у меня произошло на подсознании и у меня тоже вот эти программы они сам удалились вот и все А вот по поводу зависимых людей очень-очень кратенько какими методами вы работаете с ними через тетохилинг и такие фрагменты расстановки тут еще вопросы люди написали так подскажите а дельфинидин содержащие продукты в вашем рационе есть а это что такое я честно тоже не знаю что это такое думаю может быть вы знаете хорошо я вообще очень просто пытаюсь очень просто пытаюсь и у меня вот те продукты которые замещают например мясо это авокадо авокадо и соевые продукты тоже мне очень нравится соевый фарш много века и на вкус его приготовить вообще не отличишь лазанью все сделать вообще не отличишь и если витаминные например фарад то я люблю фурмо такие которые в нашем регионе в большом количестве имеются я их просто тоже замещаю ну авокадо у меня на столе почти почти каждый день финики авокадо что еще сухофрукты конфеты я тоже не ем у меня свои конфетки я сухофрукты через мясорубку через крупную мясорубку чтобы было так прикольненько с орешками да с орешками какао хорошо иногда вместо сахара а молочка молочку я ем я ем молочку и только беру с фермерского хозяйства магазин у нас фермерский имеется то есть птицу да птицу нет птицу не ем а вот яйца и люблю перепелиные конечно яйца но тело из них махнет а рыба морепродукты вот года два тоже обращение какое-то пошло и все могу в компании попробовать раньше белое красное рыбу а сейчас только попробовать это пожую и выпьем чтобы рецепторы не забыли не могу сказать даже как это происходит чтобы не приставали ну попробуй попробуй ну попробуй выплюнуть чтобы они не увидели мне так проще чем объяснять что я это не делаю не хочу вот еще Альбина спрашивает скажите пожалуйста принимаете ли вы заместительную гормональную терапию вот смотрите мой опыт девочки как Наташа сказала перед эфиром я вам свой опыт несколько раз я до того сталкивалась с этим когда еще посещала гинекологов и всегда я так потом поняла что гормоны все-таки залечения веса как-то влияют и в какой-то момент я пришла у меня у меня же была мемом мастопатия кисты и я пришла на прием и мне представляете йодом вот там все обработали йодом на живую я ничего сказать не могу еще потому что жар там такой ужасный и она говорит я сейчас почищу эти кисточки молер и быстро быстро эти кисточки убрали на живую я вышла доползла до стула и вообще еле доползла до дома пришла домой все порвала я такая злая была когда отошла от этого а я импульсивный человек порвала все что у меня там какие-то анализы какие-то чего кастрюлю взяла все туда и сожгла и сказала я все сделаю сама и так и произошло я против того почему потому что скажу девочки которые приходят приходили ко мне на курсе с щитовидной железой с дисфункцией и гипер гипо 20 лет научились но они сами по той технологии которые я проводила я ничего не делала с ними они все делали сами выровняла анализы взяла дорогие вы не переживайте мы дадим ссылки обязательно на Олю как найти пишут просто дайте ссылку дайте ссылку просто понимаете у меня не было щитовидной проблемы и я не знала как это можно я просто у меня шла информация я даю людям и делаю и все а на выходе как раз эта пандемия была и представьте вот эта девочка в Москве живет она ушла на пандемию тетенькой а вернулась девочкой пошла я сказала говорит Тане иди и быстро анализы сразу она пришла и чем удивило специалистов то есть те специалисты которые 20 лет не могли помочь потому что это действительно сложно потому что я вам скажу что наша гормональная система ее никто не может выравнивать и скажу почему потому что кто-то когда-то придумал сейчас закончу сначала она повергла в шок эндокринолога тот так и сказал садитесь рядом со мной я вас буду как фанат показывать представляете у меня такое видео есть понимаете на моих ресурсах вот к гинекологу пришла в 40 лет девочка в 40 лет я их всех девочками называю она сказала Татьяна у вас сейчас такие анализы вам можно второго родить даже молодые не все имеют такие анализы ну она сама это на камеру у нас такой двойной эфир шел и она рассказывает все у меня в записи на энергоресурсах и она потом у меня была куратором два потока Таня была куратором то есть она рассказывала как у нее было она помогала девочкам то есть это вот так и я мое мнение личное почему мое мнение такое потому что я углубилась в эти сакральные технологии того времени дооского и поняла что люди 5000 лет назад целители того времени они знали больше про нашу всю энергосистему гормональную систему пробивую систему больше и безопаснее чем сейчас но всем не секрет что сейчас коммерческая основа вести я же понимаете я тоже это понимаю я понимаю что мне проще само собой работать вот мне проще чем ходить потому что понимаете у человека которого научили чем отличается врач от целителя мы все помощники врач ищет болезнь целитель ищет способы исцеления когда приходит на исцеление не говорите что у вас есть мне это не надо не нужны ваши анализы ничего не нужно и я сразу запрос делаю и идет исцеление а мое дело только потом вывести куда человека пронаблюдать и вывести рекомендации и направить туда куда человеку рекомендован найти все это делаю я но Наташа меня понимает как это происходит да Ольга еще вопрос до какого возраста еще не поздно начинать вашу программу наверное хоть до какого никогда не поздно смотрите у меня вживую была женщина когда мне 50 лет было она пришла она была самая возрастная женщина в нашей группе а группа были наполнены по 30 человек бизнесмом она такая энергичная женщина Галина у нее была проблема у нее нарушение было какая-то болезнь я никогда это не запоминаю но у нее был остеопороз в результате той болезни то есть неусвоение кальция у нее были разрушительные последствия она наблюдалась потому что у нее была была дочь светила в медицине и она ездила на симпози именно куда-то в то время она наблюдала маму у нее была целая куча анализов она пришла говорит Оль можешь помочь я не знаю давай если будешь все делать то посмотрим она три раза в неделю ко мне ходила два раза в течение недели и обязательно на выходные что вы думаете через год она приходит меня и тискает ну что у них привычка такая обнимать меня тискать почему-то ну почему потому что энергия это энергия мы же с гоской энергией а когда нет энергии не хочется человека обнять она мне приподняла тискает а что во мне лезут я говорю что случилось она говорит Оля и показывает анализы я не понимаю приведи она говорит представляешь не только остановили мы разрушение костной ткани но и на 3% увеличили за год я говорит три раза в разных местах анализы проверяла потому что дочь не поверила потому что она привозила из-за рубежа препараты и она не могла остановить как бы так понимаете у человека было намерение и она делала она просто делала и все я говорю ну у тебя теперь есть инструменты она говорит да я говорю будешь делать буду ну вперед все и понимаешь у человека есть выбор ты или делаешь или ходишь ждешь когда кто-то тебе поможет я считаю что никто не поможет если человек сам ответственность не возьмешь особенно если человек ткнул как меня в дерьмо ткнули носом как Галину ткнули как Таню ткнули что у нее там щитовидка там Лена у меня щитовидка была которой удалили щитовидку и тоже она разбухла там до невероятных разбухлых а потом она убирала по чуть-чуть гормоны сама она взяла ответственность я говорю я за ответственность она сама взяла и она сама уже это все выстраивала но тоже она наблюдалась понимаете это нужно человеку самому выбрать как ему у меня нет этой проблемы как я могу сказать дау какой-то там препарат нет я хорошо очень отношусь к водорослям у меня у нас такой регион еще Кемерово это Сибирь это ближе к Алтаю и у нас йода не хватает и например у меня морская капуста она ну два раза в неделю еют да могу морепродукты какие-то креветки только какие-то невкусные стали может быть мне так кажется не знаю наверное уже от них вот ухожу то есть я очень как-то интуитивно питаюсь я слушаю тело у меня очень хорошо я за это время развитие интуитивного центра потому что даосы они учителя все направляют своих учеников они всегда говорят женщины должны думать не здесь а интуитивным центром а где это это как раз где у нас сосет подложечкой когда мы думаем блин ну не надо этого делать а делаем как мужчины головой через голову и вот тогда получается не так и вот я интуитивно подхожу продукты и смотрю хочу не хочу другу с ним пошли другую чаще продуктов это много голод не останусь но иногда я забываю смотрите я забываю даже если у меня целый день например работа и курс идет и я поглощаюсь я прям вливаюсь я с девочками прохожу этот курс и я на таком драйве что я вечером думаю не ела вообще и многие думают что услышьте сейчас запишите что еда это главный источник жизни нет это главный источник энергии нет еда только на пятом месте вы представляете а на первом месте энергия а что дает энергия девочки это не медитация это не витание в облаках как у Наташа говорит отлетанты привет отлетанты ну это мгновенная да энергия это движение это двигательный процесс и энергия будет всегда курсировать по телу когда вы ее разгоняете направляете туда куда вам необходимо и вот она у вас курсирует по телу я вам себе на практику да услугу как ее в сеть держат понимаете ее никто вам не передаст вот никто не принесет и скажет на тебе багаж с энергией и все как придет так уйдет никто у вас не уберет ее не заберет у нас энергии это ресурс данный нам по праву рождения но отсюда все идет и смотрите я скажу почему у многих нет энергии хотите пусть пишем что хотят энергия уходит только тогда когда человек сам не отдает то есть мыслями направляет деструкцию ну события которые кто-то там сейчас проживает но кто-то хочет их прожить и туда направляет энергию так ведь Наташа да и проживают и отправляют туда где смотрят это где обсуждают это кучу энергии а потом сидят и думают боже а что вообще сегодня произошло а где я а как я они они отправили энергию самую ценную ценную ресурс который могли например восстановление какого-то органа и тут важный аспект очень важный аспект который я использую да очень много тренеров на стройность но очень мало тренеров которые целители и еще меньше тренеров и авторов своих программ которые еще и работают с развитием мозга вот этот аспект развивать тандем я и мозг в одной команде ну это вообще я еще не встречала на русскоязычном пространстве нас экспертов три которые в диапазоне около 60 лет работают ну одна работает с гормонами другая работа у нее свои то есть без ничего работаю только я я подключу я не без ничего я работаю с мозгом плюс как к этому и так как я целитель я считаю что ну я вижу просто по результатам моих клиентов и по своим что это шаг в будущем если человек не в тандеме со своим мозгом если у него мозг как они считают главный орган который управляет жизнью ну он может и направить вашу энергию туда куда он посчитает нужным а куда он посчитает нужным а туда куда направляли например родителей родовая система то есть шаблон родовой туда и пойдет энергия если вы эту историю не перепишете в своих прекрасных головках энергия будет уходить а если вы скажете ну нет я энергию направлю на молодость на зарабление можно да легко и все и мозг начнет понимать не сразу конечно почему сказать не сразу но начнет понимать какие еще вопросы да есть вопросы тут пишут люди если сегодня так сейчас я найду как точно вот вопрос интересный подскажите пожалуйста у вас натуральный цвет волос ваша программа работает с сединой хочу вам сказать я вообще говорю себя честно нет у меня есть седина вот смотрите вот эти светлые пряди которые сквозь темные да которые я подкрашиваю это седые волосы но я их тонирую и они очень красиво выходят то есть мне вообще нормально я на седине на седину не акцентрируюсь я как-то хотела у меня у мамы была очень красивая седина мама моя закончила на самом деле свой жизненный опыт очень жестко она не хотела принимать мои дарвоучения те технологии которые я она в конце жизни очень сильно поправилась ела все подряд и она не жила рядом со мной еще и ее обманул инсульт и она 5 лет превращалась в овощ у нас на глазах это была такая жесткая трагедия это очень жесткая трагедия и я после этого вообще так себя замотивировала что я всегда буду этим заниматься и вот когда мы срастили волосы ее у меня оказалось у меня постригли ее вот так в каре у меня оказалась такая красивая седина знаете серебристого цвета вот такого переливающегося серебро и я так подумала что мне это пойдет и вот в 60 лет на юбилей я перекрасилась в этот ну почти в этот цвет ну не смогла ходить во-первых у меня волос не выдержал он половину ушло волос вот и я так же подкрашиваю и у меня эмилирование такое красивое прекрасно вы выглядите очень прекрасно поэтому мне вообще это ну будет много седых я не буду подкрашивать а вот пока вот это эмилирование идет красивое ну пусть оно идет да прекрасно Оле еще один вопрос и практику да нам дадите практику сегодня я слышала что сейчас пища не содержит нужное количество витаминов и элементов как тогда обойтись без БАДов ну смотрите я не зря же сказала что работа необходима с мозга вот что вам сказал кто-то то вы посчитали за истину у меня истина другая моя истина это другая моя истина заключается в том что я например огромное количество вы наверное точно не знаете сколько полезных вещей содержит например авокадо или финики вот если вы увидите то вы поймете один финик можно съедать и мне никуда это рекламировать вы можете зайти в интернет и посмотреть о тех продуктах о которых я говорила потому что это мой уровень жизни и вы видите меня 62 года я не намерена что-то изменять в своем рационе я не намерена изменять что-то в своем алгоритме молодости потому что он лучше чем я предполагала и питание меня устраивает в полной я энергичная я всегда веселая а это говорит о том что у меня гормональный блок в диагностях в состоянии ко мне притягиваются люди они меня тискают обнимают это говорит о том что у меня энергии много и она очень хорошего качества мужчины они готовы со мной сотрудничать на любых условиях и они никогда не дают мой возраст не дают ну в смысле ну это и дело давать не давать я сама вижу какая я и меня это устраивает то есть вот кого-то может сейчас покоробить но у меня чужое чужое мнение пофиг пофиг все мне все равно что думают люди я весь этот опыт прожила и даю передаю свои наработки людям которые уже везде попробовали и у них не получилось я вам сейчас скажу такую вещь которая может быть торкнет кого-то а может быть мозг как-то начнет перестраиваться многие люди научились не получать результата от своих действий и думают что это у них откат но у нас нет откатов нас всегда выходит на любые действия и если мы получаем не тот результат значит мы умеем формировать только не тот результат и нам нужно мозг приучить чтобы формировать другой результат а как это а это прийти к человеку который это сделал вот почему я иду к Наташе на обучение да я ее как увидел я недавно Наташу увидела ну это мой человек у нее есть то что я хочу от нее получить и ко мне также приходят и на курсы люди и на исцеление они приходят я провожу собеседование я просто не беру сразу вот пришел заплатил и вперед нет я тоже общаюсь с человеком потому что мне важно потому что я работаю через свое энергетическое поле с людьми и мне вот важно прийти к Наташе чтобы у нас был обмен чтобы вот все это было и было это в кайф а это ваше право выбирать чей вердикт для вас интересен чужого человека или свой благодарю Оля это такие классные слова дай бог чтобы наши слушатели зрители услышали это и обратились в свое сердце сегодня прям такой день интересный клиенты тоже с утра приходит и тема такая слушай свое сердце слушай свое сердце хорошо Оль практика давайте на тело на тело я вам не могу показать я прям на тело на лицо и на гормональное по одной практике вот так быстрее такие быстрее тело необходимо сначала энергии как вы поняли что энергии наполняет лучше всего а вы еще не поняли дыхательные практики дыхательные практики это самое быстрое наполнение энергии абсолютно быстро именно через дыхательные практики которые я включила свой алгоритм и происходят все волшебные моменты самая простая практика это вдох на 6 а выдох на 3 это самая простая техника на наполнение энергии если вы чувствуете что вы таете на глазах вдох вы даже сейчас попробуйте вдох 1 2 3 4 5 6 выдох 1 2 3 вдох 1 2 3 4 5 6 выдох 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 вот сейчас даже многие могут почувствовать голове в окружении если вы 10 раз таки сделаете вдох выдох выдох вы почувствуете себя сразу под речком сразу значит с области лица с области лица ну тут смотрите на меня не только лицо я вам сейчас скажу что как говорят мои любимые питательцы чтобы исправить что-то восстановить спереди нужно обратить внимание на задник и многие что-то делают с передней части лица забывают и не знают то что есть задняя подвешенная мускулатура представляете вот та подвешенная мускулатура она держит наше лицо и если там идут какие-то неполадки то здесь бесполезно это все будет стекать абсолютно все будет стекать и конечно же здесь необходимо и с осанкой и с теми самыми шейными позвонками от атланта до седьмого позвонка все их приводить в порядок и потом заниматься уже подвешенной мускулатурой головы а там мышц ого-го сколько их надо все включить так вот сегодня я вам дам ну смотрите на выбор на овал лица или на область декольте и подмышек топовые моменты я бы хотела на овал наши дорогие давайте давайте кто на овал ставим плюсик кто на декольте ставим ну восклицательный знак например давайте вот овал овал пишут даже просто пишут овал плюсик овал все давайте на овал Ольга все плюсики никто не хочет декольте уже зима и чуть видно надо овал овал и угол молодости смотрите вот угол молодости это вот эта вот часть за этим делом необходимо следить всегда и эта вся часть привязана к ушкам к нашим ушкам а ушки привязаны к затылочной звезде вот там там мышц которые держат как в руках наши головы и вот с этой здесь необходимо включить все мышцы но это конечно за 5 минут не расскажешь понимаете там месячный курс я вам покажу упражнения главное нужно вытянуть себя сначала за макушку то есть создать вертикальный относ вытянули за макушку теперь подняли челюсть так вот челюсть так чтобы у вас шейка натянулась натянулась шея и вы почувствовали эти мышцы которые как держат как в руках овал лица да теперь что мы делаем мы устанавливаем пальчики в определенные точки ну поставьте по крайней мере так как вам удобно потому что сейчас мы не будем эти точки искать поставьте так чтобы они не тянули вот эти сухожилия то есть мы пресекаем движение сухожилия потому что сухожилия они быстро напряжение на себя перехватывают и мышцы тогда не работают теперь челюсть выдвигая вперед вперед это будет обидеть вода вроде попадает вперед но так чтобы у вас сухожилия не напряглись пальчиками держите чтобы не напряглись язычок упираете в небо там где заканчиваются верхние зубки начинается ткань уголки рта поднимаете вверх и начинаете головой давить на пальцы то есть у вас пальцы они как тренажер надавили отпустили надавили отпустили надавили отпустили вы не вперед давите вы давите головой а там 6 килограмм на пальцы и отпустили надавили отпустили надавили отпустили еще раз делаем надавили отпустили Что почувствовали? Дорогие, пишите, что чувствуете. У меня тут всё расслабилось. Прям стало тепло везде. Хорошо. Люди, все наши дорогие женщины, видимо, ещё делают. Ничего не пишут. Девочки, это упражнение у меня есть на YouTube-канале. Вы хоть где меня можете найти? Ольга Мира.ру. Это мой официальный сайт. И если вы забьёте, Ольга Мира, вам всё при меня. Я всегда открыта и сразу официально везде работала, в интернет выходила. Поэтому по меня всё везде есть. И на самопознание какое-то время я была топ-топ в сайте на первой строчке. Естественно, обо мне в интернете всё есть. И TikTok, Instagram, Telegram-канал и, конечно же, YouTube. Вот. Если Наташа даст возможность, я выложу ссылку на бесплатный. Это подарочный трёхнедельный марафон у меня, который проходит в моём Телеграм-канале. Секрет моей молодости. И там большой объёмный материал, конечно, побольше, чем здесь. Вот. На лицо получили гормональное омоложение. Смотрите. Гормональное омоложение можно получить только тогда, когда у вас избыток энергии. И он вращается, эта энергия вращается по микрокосмической омоложении. То есть по энергии внутри вашего тела. Не вылетает никуда. И даже гонять эту энергию по определённым точкам, как мы сейчас делаем, какое-то время, вы уже будете уравнивать гормональный фон. И потом я вам скажу, что может напрочь убить ваш гормональный фон. Давайте сели опять ровно. Ноги, чтобы на полу обязательно были. Здесь и где-нибудь здесь важно. Можно язычок в нёба упереть, чтобы энергия у вас не функцировала в голове. В нёбах, где заканчивается ткань, зубки начинаются ткани. В верхней зубе. И вот вы руки ладонями кверху на коленях просто сидите, закройте глазки и представьте, вот у вас в зоне промежности, на чём вы сидите. Там мышца, огромная мышца. Китайцы называют врата жизни и смерти. И вот вы сжали эти мышцы. И сразу образовался шарик такой. И вы начинаете вдохом поднимать его по спине. И он проходит по спине, по всем центрам по спине, в макушку до шишковидной железы. И на выдохе вы по передней части тела отправляете опять в промежность. И вот вы крутите этот шарик, вдох поднимаете по спине, а на выдохе опускаете. Вот такой это микрокосмическая орбита называется. То есть внутри тела разгоняем энергию, делайте вдох и откройте глазки. Смотрите, можно этой практикой пользоваться только тогда, когда у вас глубина энергии. Опять приходим к чему? К энергии. Энергетический процесс, он и запускает, вы как прогоняете по всем центрам, а каждый центр – это определенная гормональная система. Представляете? Горловая чакра, да? Дальше, вы понимаете, здесь, везде, по каждому центру у нас есть определенный гормон, который вырабатывается. И вам необходимо его насыщать. Я вам совсем просто сказала. Конечно, там побольше надо рассказывать, но времени не позволяет. И эту энергию гоняет только тогда, когда энергия есть. И поэтому необходимо наполниться этой энергией, а потом запускать гормональный процесс. Что разрушает нашу энергию? Гормоны стресса. И энергия, и гормония разрушает один момент – гормония стресса. Естественно, невозможно ни о каком привести в норму, в какую-то, каким-то человеком, когда-то придуманную, гормональный процесс каждого индивидуума, невозможно привести в норму. Есть баланс, который выстраивает через определенные отделы мозга сама система нашего организма. Понимаете? Все идет через шишковидную, гипофиз, гипоталамус. Там много отделов, которые работают с этим. И потом они прогоняют это. Сначала энергия идет сюда, а потом идет, куда вы думаете? Ну, что вы сейчас все в щитовидку ринулись? Ну, щитовидку-то что лечить? Ведь ее уже сначала необходимо мозгу сообщить, что щитовидка не в порядке. Ему все равно она болит или не болит. Она в гиппе. Он не знает этого. Ему надо донести. Дорогой, у меня там то-то-то. Что мы вообще натворили? Давай исправлять. А исправлять как? А что ты психуешь, он тебе скажет? А что ты злешься? А что ты там то-то? И вы сразу поймете, что все необходимо пространять через мозг, а потом он направляет через нервную систему. И только тогда через нервную систему попадает все дальше. Но никак не сразу в щитовидку. Понимаете? Никто же не говорит об этом, правда? Никто. Вообще никто. Ни один врач почему-то об этом не говорит. Либо они сами не знают. У меня два варианта. Либо они не хотят этого говорить. Но другого я не могу сказать. У меня третий варианта просто нет. Я вообще с глубоким уважением отношусь к врачам. Потому что у меня и маница светила в этой области. Мы всегда с ней обсуждаем эти вопросы. Но на сайте даже есть ее отзыв. Потому что она доктор медицинских наук в области кардиологии. И она объяснила, почему моя программа на восстановление тела на Купер так успешно. Зайдите на olgamira.ru. Все будет понятно. Там все ясно. Как божий день. Вот мои хорошие. Кстати, я этот курс провожу один раз в год. Приходите сейчас на марафон. Посмотрите, если кому зайдет. Если прямо надо вам. Когда вам нужно, приходите. Что я еще хочу сказать. Что самое главное научиться жить в своем теле и в своей жизни. Когда-то я это поняла, когда у меня тело стало разрушаться. Но и мои клиенты, которые приходят, они тоже проходят через это. Нас научили, что ты выходишь замуж и ты растворяешься в семье. И ты для всех, но не для себя. И в конечном итоге, вот женщины приходят ко мне. Какие? Они приходят в силу, ну, проразмест. Ну, просто вообще. Которые некоторые приходят и как котят выбросили из жизни. То есть приходят, муж нашел молодого. Я говорю, а ты где была? Вот я не видела. Я говорю, да не ври, такого не может быть. Женщина сразу интуитивно понимает, когда она появилась в сопернице. И начинает лапками сучить. Многие закрывают глазки. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего делать не хочу. Так будет всегда. Да нет, так не будет всегда. Ткнут лицом в самую грязную лепешку. И придется сучить лапками уже посильнее. Вот, чтобы сбить масло. Вот так, мои хорошие. Хорошо, Оля, благодарю вас. Мы тогда ждем ссылку на телеграм. Я опубликую телеграм с марафоном. И я думаю, что многие женщины очень захотели заниматься собой. Своим телом, состоянием, своим мозгом. Знаете, это проще всего. Это проще всего. Когда женщина понимает, что это проще всего, у нее открывается второе дыхание. Она понимает вообще, как все хорошо в жизни. И денежки можно тратить на отдых, а не на другие мероприятия. Потому что я алгоритм устраиваю в голову. И все, что остается в телеграм-канале для всех, для участниц, навсегда. На бесплатных мероприятиях. Ну, телеграм нам разрешил эту функцию владеть. И почему бы нет? Здорово. Я давно ушла с платных ресурсов. И я очень рада, что у нас есть такой телеграм-канал. Поэтому это очень здорово, когда у тебя есть... Даже прошла курс, потом раз, зашла, опять прошла. Тебе чего-то забыла. Опять, опять. Ну, я всегда на связи. Смотрите, еще такой момент. Я из тех тренеров, которые сама провожу. Свои курсы. И у меня нет помощника. При этом я на курсе вообще уже четвертый поток. Все делаю сама. Абсолютно сама. И связь со мной. Она всегда 24 на 7. И даже вот кто пять лет назад прошел у меня курс, они мне пишут. И я опять отвечаю им. Потому что мои клиенты, а чьи же? Я всегда на связи. Я никуда не деваюсь. Хорошо, Ольга. Благодарю вас за такой интересный эфир. Я думаю, что... А у вас есть подарок, если что-то? Да. Все ссылки на Олю мы оставим. Или сейчас мне напишут. Я их перекину в канал. Всем спасибо, что пришли. У нас было около 360 человек на эфире, Оль. Класс. Вообще, обалдеть. Спасибо вам, что вы нашли время, посмотрели. Потому что для женщины быть красивой, молодой, это очень... Всем хочется. И я уверена тоже, что можно найти время. Можно найти время и разжечь эту любовь к себе. Чтобы было все хорошо. Чтобы здоровье было, радость была и счастье. Всем пока. Больше никого здесь нет. Здесь никого больше нет. Только я. И вы. И каждый из вас. Вы подумайте, что здесь никого больше нет. Да, да. Я тоже всегда говорю, что ты один играешь. Больше никого. Обнимай всех сердцем. Жду на своем ресурсе. Всем пока. Пока. А как тут выключиться? Так.